Добрый день, дорогие друзья! Начинаем передачу еженедельную аналитическую, которая называется «Побарный анализ Александр Пурнов». И сегодня мы побеседуем на эту тему с создателем этой концепции, современной концепции побарного анализа Александра Пурновым. Александр, приветствуем вас! Всем привет! Здравствуйте, друзья! Начинаем? Да, конечно. Расскажите нам, какие новости на рынке, как нам поторговать сегодня, чтобы заработать кучу денег. Куча денег была с пятницы заработана, когда я в прошлый раз рассказывал об открытии позиций на опционах, в том числе на C, на R. Ну, давайте разберем то, что сейчас происходит на рынке. И в самых таких активных бумагах начинаются хорошие движения, которые дадут развязку. Ну, вот я думаю, что всем интересно будет увидеть, что происходит с фьючерсом на рубль-доллар. Вот так я включу. Да, давайте. Вот. Ну, основная концепция. Здесь у меня сделочка вчерашняя. Прям хорошо получилось зашортить восходящее движение первого часа. Вот если будет интересно, я про сделку расскажу. Вчерашний шорт. Вот. И давайте посмотрим, что у нас происходит в принципе. То есть у нас в декабре месяце, начиная с декабря месяца, было движение ликвидации актива. То есть там был клайматик ликвидации актива. И все-все-все нисходящее движение сейчас находится на уровне одной-второй этого движения. Давайте посмотрим, как цена подошла в таком росте. Причем рост был безоткатный. Это всегда наводит на мысль, что толпу затягивают вот в этом ускорении, на эмоциях, что невозможно найти, зайти в тесты различные после пробоев. Затягивают так называемые лонги и на этом движении вверх им сбрасывают свою позицию. Если мы посмотрим на текущие актуальные тренды, то у нас окажется, что цена находится в зоне перекупленности. Кроме того, здесь зона одной-второй волны и плюс еще здесь формировался такой локальный аптрас. Это у меня склейка фьючерса на рубль-доллар. Транслируется она из терминала XTIC. И получается, что сейчас цена у нас в большой-большой такой зоне продаж, откуда было подтверждение того, что профи ликвидирует свою позицию. То есть основное ожидание, что цена у нас будет из этого квадрата выходить вниз. Каким образом этим можно воспользоваться? То есть нам для хорошего шорта нужно движение вверх, чтобы продать подороже. Вот у меня куплены колы, ой, извините, путы 60-го страйка. Расчет на то, что цена дойдет до вот этих вот уровней. Позиция долгосрочная, на сентябрьском контракте она открыта. В принципе, уже вчера был такой хороший-хороший денечек, который показал, что оказался прав в видении рынка. И давайте посмотрим, как же это все прошло через призму побарного анализа. Если мы посмотрим побарно, как у нас происходил момент пробоя, то здесь открывается... Александр, звук пропал. Александр, звук. Раз, два. Наверное, что-то кнопочка отщепнулась. Вот. Смотрите. Работаем побарно. Читаем каждый бар, который происходит. Мы его считаем за счет объема, прогресса, спреда, результатов. Итак, у нас был пробой локального уровня. Цена подошла к уровню продаж. Здесь вот зона одной-второй. Это сильнейшая зона. Плюс еще у нас идет ускорение тренда вверх. Это всегда говорит о том, что где-то здесь профессионал будет продавать. И смотрим на объемы. Объем уменьшается на движении вверх. Ну, хорошо. Продавца еще пока что нет. А вот следующий бар, который был второй бар августа, вот 3 августа, 4 августа, соответственно, то получилось, что у нас здесь был бар продаж с уменьшенным объемом, но при этом у него появился хвост покупок, который пытается возобновить движение вверх. То есть это поглощение продаж. Поглощение продаж идет с уменьшающимся объемом. Цена далеко не пойдет. И начинается возобновляться ралли. Обратите внимание, что на подъем на одно и то же расстояние, чтобы подняться цене от одного уровня, теперь цене понадобилось целых 2 дня, чтобы вырасти. Раньше один день росла, сейчас 2 дня. При этом объемы уменьшаются. Это говорит о том, что здесь толпа покупает, а профи, ну, по крайней мере, не покупает. Не он толкает цену вверх. Он использует движение в цену вверх для того, чтобы скинуть свои позиции. И подтверждением данного момента является появление такого, условно его, конечно, можно назвать, что это сигнал сот. Пока что это бар покупок. Объем у него сопоставимый. Продавец в этом баре проявил себя за счет хвоста. И когда здесь появляется продавец, мы ожидаем, а как же цена теперь снова будет из той точки, где она возобновляла движение вверх. Вот один, два, он все время пытается толкнуть цену вверх, а объемы не позволяет. Сейчас, если будет слабенький продавец им дать объем на движение вверх, то получится, что у нас очень хороший, сильный продавец будет здесь. И он наступил. То есть у нас цена в этот день сходила вниз, протестировал покупки вверх, продажи. Плюс еще локально здесь сделалось сигнал UpTrust. Плюс это же еще сигнал SOT, Shortening of Trust. И два этих сигнала вкупе дают эффект того, что здесь у нас есть, ну, скажем так, уверенная настоящая зона продаж, которая начинается от неэффективного покупателя. Неэффективный покупатель насначился вот на этом уровне. Он хоть и нарисовал уровень покупок, но уже здесь вот это все восходящее движение, оно неэффективно. О чем это говорит? О том, что пошли продажи. Продажи пошли с уменьшающимся объемом. Самое главное, что здесь было именно подтверждение того, что на SOT, на UpTrust были продажи, и цена воткнулась в зону покупок. Естественно, маленький объем он никогда не побеждает. Ну, за редким исключением, считаем, что никогда не пробивает большие объемы. То есть цена воткнулась в зону покупок. Естественно, из этого уменьшенного объема цена сейчас пытается подняться вверх. Вот сегодняшний день у нас начинается. Идет поглощение продаж. Для того, чтобы лучше разобраться, каким образом идет это поглощение продаж, давайте заглянем в часовой таймфрейм. И вы увидите, что вчера на двух барах был огромный такой всплеск объема. И этот всплеск объема настораживает тем, что объемы прошли по низам. Ну, что называется, были продажи. Вот так вот на этом баре. И вот на этом баре. Вот считайте, бар один и бар два. Что здесь? Так, Андрей Леонтьев пишет. А есть реальные сделки, входы и выходы по презентуемому методу? Да, есть. Могу показать вчерашний шорт. Надо только здесь найти. Я здесь делал себе скриншоты. Сейчас найду вчерашнюю сделочку, чтобы вы не сомневались, как это все работает. Ну, если будет удобно там. Сейчас, секундочку. Вот у меня вчерашний шорт рубль-доллара. Сделка состоялась на первом часе вчерашнего дня. То есть у нас вот был здесь аптраст. Соответственно, первый час – это был тест аптраста. На тесте аптраста формируется заявка на продажу. Сделка еще не закрыта. Сейчас отслеживаем объемы, которые были вот на этих барах. И от этих баров, то есть вот у нас большая-большая такая зона продаж, от которой ожидается возобновление продаж. Вот сейчас цена подошла уже практически к этой зоне продаж. И главное заметить, что будет ли такая же ситуация на движении вниз, как была вчера. Вот Андрей Леонтьев пишет, контртренд. Нет, это не контртренд. Это не контртрендовая стратегия. Это видение рынка, чтение рынка по барному анализу. Когда мы определяем зону продаж, определяем, кто на этом уровне сильный и слабый. Если у нас появляется, что покупатель слабый, а продавец сильный, то делается шорт. Если вы видите, что покупатель сильный, продавец слабый, значит делается лонг. Это простое определение направления сделки. Ну, традиционно самое легче всего этому методу научиться – это просто сделка от уровня до уровня. То есть вот цена улетела вниз, увидели, что объемы стали неэффективными, можно, в принципе, закрывать позицию на этих уровнях, когда цена в зоне предыдущих покупок. Но я все-таки позиционирую себя именно как позиционный трейдер. Вот. И из такой сделки можно выжить очень-очень много. То есть вообще цель данного шорта, я вам уже показал, это дойти до уровня вот 61, плюс вот здесь у нас были уровни хороших таких покупок. То есть по идее, я рассчитываю, что цена пойдет вот сюда, вот в эти зоны. Здесь уже будет такое большое-большое закрытие позиции. Вот. Когда мы анализируем ту либо иную сделку, естественно, хочется, ну, побыстрее зайти, побыстрее взять позицию, побыстрее выскочить из нее. Ну, это хорошо, плюшки таскать, но нужно знать силу метода, силу движения цены, ну, и, в принципе, воспользоваться. Можно, в принципе, там от уровня до уровня добежал, и хорошо. Но если контекст не поменялся, какой смысл сбрасывать позицию, тем более так прекрасно зашортилось. Прям вишенка на тортике. Вот. И давайте посмотрим, как сейчас цена подходит к этим объемным барам. Что у нас произошло? Первая часть сегодняшнего дня. Бар покупок, у него объем практически такой же, как у предыдущего бара по 10-часовке, то есть объем не очень высокий. Пытается цена вырасти, и появился слабенький продавец на втором части. О чем говорит? О том, что здесь, ну, вернее, как определяем продавца по закрытию бара. Как раньше бары вниз закрывались, как сейчас они вниз закрываются. Продавец слабый на этом уровне. Хорошо, если у нас здесь слабый продавец, начинается пробой этого слабого продавца, и плюс пошло поглощение продаж. Вот этот момент, когда поглощение продаж идет с уменьшающимся объемом, это такой небольшой звоночек, что продавец на уровне большого объема вот здесь, он все еще сильный. А покупатель начинает слабеть. Почему здесь покупатель начинает слабеть? Дело в том, что когда мы видим на мелких таймфреймах пробой локального максимума, то большинство трейдеров начинают лонговать. То есть если мы переключим даже данный таймфрейм чуть-чуть поменьше, там какие-то 5 минутки или 10 минутки, то посмотрите, как происходит сам по себе процесс пробоя. Пробили, сразу же протестировали. Ну, то есть это классическая схема торговки, расторговки толпы. То есть вот пробили, и потом пошли вот эти тесты, снова поглощение. При этом на поглощение продаж уменьшаются объемы. То есть вот это движение вверх, оно ложное. Этим можно воспользоваться для поиска еще одной сделки в шорт вот в этой зоне. Нужно будет сказать. Ну, здесь уже конкретно каждому трейдеру уже по стилю кто-то там на 5 минутках, на 10 минутках работает. В принципе, принцип поиска сделки заключается в том, что мы находим уровень, дожидаемся ослабления покупок, то есть вот уровень продаж. Надо сейчас дождаться ослабления покупок. То есть бары вверх должны закрываться все слабее, слабее, слабее. До тех пор, пока они закрываются сильно, ни в коем случае не шортить, сильный покупатель. Но как только вы видите ослабление покупателя и проявление бара продаж, ну, например, он там протестирует уровень, попытается подняться вверх, ну, такой вот пин-бар покупок, например, образуется с уменьшенным объемом, то сразу такие бары можно шортить смело вниз на пробой минимума вчерашнего дня. И плюс здесь окажется очень интересная ситуация. уже более такая, более такая интересная тем, что можно поймать стопы других трейдеров. Дело в том, что сейчас текущий рост они воспринимают как отскок из зоны покупок. Но и где им разместить стопы? Они размещают свои стопы на минимуме вчерашнего дня. И плюс вот здесь у нас огромная-огромная такая зона покупок. И если посмотреть в левую часть графика, то здесь вот пропасть. О чем это говорит? О том, что здесь у нас будут, если здесь цена пойдет пробивать, то здесь будет очень-очень много паники и много будет открыто шортовых позиций. Но если обратить внимание на вот этот бар, у него большой объем, большой спред, большой результат, он делал локальный пробой, то цена воткнется в эту зону, и здесь будет формироваться спринг. Ну, вот о качестве спринга нужно уже потом посмотреть, какой он будет там, хороший или нет. Но здесь будет ложный пробой уровня и движение вверх. Вот, в принципе, вот если сегодня искать краткосрочную сделку, то нужно искать шорт вот отсюда до сюда. Если будет сигнала спринт не будет, то можно даже сделочку и оставить на ночь, на две, на три. У меня позиция открыта. Вот на этом уровне, в принципе, здесь ей ничего еще не угрожает. Передо мной до того, чтобы до моего безубытка добраться, цена должна преодолеть вот эти вот объемные бары. Пока что преодоление идет с уменьшающимся объемом, так что здесь, в принципе, все еще хорошо и все еще нормально. Так, тут вижу, вопросы пошли. Так, ученик трейдера 2. Аптраст – это перехай месяца, неделя или нескольких дней. Да, да, есть такое. Ученик трейдера 2. Это обновление максимума целью снятия стопов. Тоже правильно. Как я понял, снятие стопов за уровнем. Юрий. Да, все правильно. Офер спрашивает, а почему оно ложное, пробой ложный. Смотрите на качество пробоя. Когда вы видите спреды, объемы, прогрессы, результаты, то будет видно, знаете, своего рода, насколько качественный был пробойщик. Если вы видите, что это, ну, такие технаровские методы идут, то можно, в принципе, работать против этих технарей. Естественно, нужно дожидаться сигналов, нужно изучать эти сигналы, нужно понимать работу каждого торгового сигнала. И когда возникает идея торговли ложного пробоя, нужно сначала понять, а в чем смысл его ложности. Так вот, смысл ложности пробоя, что делается пробой, срабатывают противоположные заявки, ну, там стопы полетели, и много-много-много технарей, они начнут работать именно этот пробой, покупать над уровнем, над пробитым уровнем. А потом они этот пробитый уровень будут воспринимать как поддержку. То есть цена его пустится сюда, поднимется и потом пойдет снова вниз. Вот. И поэтому оно и называется – ложно-пробой. Так, опционер видит, вчера на C закрыли 10 открытых позиций. Молодцы. Ну, я по открытым позициям ничего не смотрю. Вот. Добрый день. Гость пишет, речь идет об опционной торговле. Здесь речь идет об анализе базового актива. Это рубль-доллар. Опционную позицию. У меня просто куплены колы. Ой, извините, куплены путы 60-го страйка. И плюс еще открытая позиция на фьючерсе рубль-доллар. Ну, вот сделочку уже показал. Так. Ученик трейдера 2. Что снятие стопов? Понятно. Бары показывались дневные, то есть несколько дней, недели имеются. Бары я показываю вам часовые, дневные, ну и даже 10-минутку показывал. Так, опционер пишет, рубль до туда уже не вырастет. Может быть, может быть, вы считаете, вырастет, не вырастет. Но если вы посмотрите все, что я говорил неделю назад, две недели назад и по фьючерсу РТС, и по рубль-доллару, все это с удивительным образом сбылось. Все эти движения достаточно хорошо рассчитываются. И если мы вернемся, например, к фьючерсу РТС, я вам показывал, что продавал путы 82-го страйка, то вы увидите, что цена-то, в принципе, как бы стояла на уровне, так она стоит. Но еще больше получилось движение, что у нас на движении цены вниз перестали работать пробои, и продажи на движении вниз стали слабеть. Как только ослабляется продавец, сразу же наступает расплата. И у нас вчера был замечательный бар покупок, который позволил мне хорошенечко заработать уже на опционах. Моя позиция полностью теперь закрылась. Она выглядит вот таким вот образом. Находится под шапочкой. Это минус 90 колы. Минус 90 кол и минус 82 пуд. Вот. Изначально эта позиция была плюс пуд 80-й и плюс пуд 85-й. То есть вот она изначально была вот таким вот образом построена. И когда пошло движение вниз, в вчерашний день путы были благополучно закрыты. Вот. В результате самая потенциальная прибыль поднялась. Ну, теперь просто дожидаясь аспирации. Цена здесь будет болтыхаться. Ну, и прежде чем добежать там до 90-го страйка или до 80-го страйка, набилась за вчерашний день куча уровней покупок, мимо которых уже не пробежать. Вообще на фьючерсе РТС сейчас очень интересная ситуация. Это такой пробой трендовой линии, который тоже аккумулирует покупки толпы. Когда вот видят, трендовую линию пробили, теперь что у нас там? Трендвер. То есть вчера покупали трендовики. Если посмотреть на часовик, как они покупают, то мы можем обратить внимание на такой вот интересный бар, который был у нас в 19.00. Обычно бар 19.00 – это все-таки вечерние сессии, у них слабенькие объемы. Но вчера был огромный объем для бар 19.00, и он делал пробой, ну, буквально на несколько миллиметров. То есть вложили огромное количество объема по сравнению с вечерней сессией. То есть самый большой объем на вечерке, в 2-3 раза больше. И результат этого пробоя плохой. То есть вот здесь у нас нашелся продавец, который вытолкал цену вверх, собрал стопы. Там вечерку все там покупали, покупали, покупали. Результат этих покупок нет. Но что интересно, у нас был бар покупок, который делал локальный пробой вверх. То есть у нас в последний раз покупатель был здесь, а продавец наверху. Давайте вот зону разграничим сейчас. И нужно будет просто понять, кто здесь, как играет. Это вот бар покупок с большим объемом и продавец у нас наверху, вот здесь. Надо сравнить эти две силы, кто сильнее, покупатель или продавец. Если мы посмотрим на сегодняшний первый час, как цена шла. То есть за один час цена из одного уровня добежала столько, сколько вчера, там, за 2-3 часа цена добежала. То есть, в принципе, покупатель еще сильный. Когда этот покупатель начал преодолевать сопротивление хай вчерашнего дня, то получился такой сигнальчик. Это SOT, вот, Shorty Noft Trust. И из этого сигнала начались продажи. Но что интересно, продажи стали слабыми. Это хорошо, потому что в целом здесь это все идет как накопление. И цена в зоне продаж, продавец слабый. Возможно, здесь будет там какой-нибудь локальный пробой от этого мира. Но, скорее всего, нет. Отсюда уже цена готова идти дальше и штурмовать, пробивать трендовую линию. Вот на часике она вот такая выглядит. На дневке там уже пробой, по сути, состоялся. В целом, когда смотрим на любое движение, нам необходимо определить, кто здесь сильный, кто здесь слабый. И если посмотреть на этот актив чуть-чуть исторически, то есть левее, Futures RTS, давайте я его прямо сейчас сожму, это дневной график, начиная с 16 декабря 2014 года, то мы увидим такую схему здесь. Но интересно тем, что это все еще то самое накопление, которое воспользовались. Значит, итак, у нас здесь Selling Climax, накопление актива, тест, хорошее сильное ралли вверх, причем и там, и там оно было сильным. Вот. И это текущее местоположение цены – это одна вторая большой-большой одной этой волны вверх, которая обозначена красной стрелочкой. О чем это говорит? О том, что здесь цена в зоне покупок, и так как у нас здесь был сильный покупатель, то он здесь точно такой же сильный, он пытается сейчас поднять цену вверх. Во-первых, здесь идет накопление, перенакопление. Вот. Насколько оно сильное будет, не знаю. Ну, посмотрим. Здесь еще куча сопротивлений, которые могут отработать, могут не отработать. Вот. И есть возможность сейчас несколько дней при появлении слабого продавца начинать формировать позицию на сентябрьский контракт, то есть на движение вверх выше 90-го страйка. Вот сюда, на пробой вот этого максимума. Это все позиционно. Будет это движение или не будет, это мой личный взгляд, мои личные ожидания, насколько оно будет сильным. Все зависит от того, как цена будет пробивать вот эти основные уровни, основные уровни продаж. Ну, если продавец там будет слабый, то цена уйдет вот на 91, туда вот, ну, давайте так условно, 90-95 страйки. Вот. Это основная зона продаж. И здесь уже, конечно, придется немножко попотеть. С другой стороны, возможно, что вот сегодняшний и вчерашний пробой, ложный пробой трендовой линии используется для того, чтобы, ну, скажем так, затащить толпу в покупке, а самим обновить минимум. Ну, это мы увидим за счет того, что на часовом таймфрейме мы увидим, что будут пробиваться объемные бары. Пока что объемные бары сейчас в безопасности, цена до них только доползла, причем ползет у нас уменьшающимися объемами, то есть слабый продавец. Если продавец у нас слабый, то из зоны покупок покупатель будет нестись вверх. Так, ну, немножко порисовал, давайте опять немножко с вопросами. Так, гость Геннадий сейчас золото выстрелило вниз. Ага, так, ну, по золоту не знаю. Так, опционер пишет, я тоже 90-е колы проданным держу. Ну, да, да, почему бы их не подержать? Андрей Леонтьев. C еще должен будет в рамках коррекции волну сделать вниз, либо будет сложное коррекционное движение. Давно назревало. Ну, знаете, у каждого, конечно, свой взгляд, Андрей. Вот я стараюсь делать таким образом, чтобы не было префикса вот этого должен. Рынок нам ничего не должен. Мы рынку не должны. Рынок нам ничего не должен. Мы смотрим на уровни. Смотрим на то, как цена взаимодействует с этим уровнем. Где получается покупателю пробить, где не получается. И если, например, говорим о C, то там C должен упасть. Ну, а если он будет идти вверх, то что он тогда? Наш прогноз не состоялся, и мы будем сидеть у разбитого корыта пропускать рынок. Нет. Если у нас будет выстраиваться другое какое-то поведение, то на этом поведении мы можем с вами спокойно проанализировать, где остался у нас покупатель, где появился продавец, на каком уровне есть большие объемы, на каком уровне слабые. И даже если цена сейчас на рубль-долларе не пойдет вниз, а хотя должна пойти, да, по идее. Ну, вот это вот сладкое слово «должна», нужно его, я думаю, все-таки выкинуть из нашего лексикона, потому что нам никто ничего не должен. У нас есть зона продаж. Если преодолеют зону продаж, смотрим, как это будет идти преодоление. Если с уменьшающимся объемом, то, значит, цена пойдет вниз. Если с увеличивающимся объемом, то тоже цена пойдет вниз. Если же у нас здесь появится вот здесь вот слабый продавец, вот тут уже будет загвоздь, потому что отсюда, если здесь будет слабый продавец, цена пойдет вверх. Вот это основное, это основное, как бы, такое ожидание по C. Ну, в принципе, вот у меня ожидание, что отсюда вот продажи, позицию свою шортовую держу. В принципе, довольно-таки хорошо получилось войти. Ну, и главное, что с денежкой. Так, манящий куш пишет. Блин, интересно, мужик рассуждает. Да, интересно. Вообще, когда начинаешь изучать этот побарный анализ и сравнивать бары между собой с нормальными таймфреймами, то буквально день, два, три, и прямо наступает такое, знаете, прямо щелканье. Ух ты. Ну, его еще называют аха-момент. То есть своего рода прозревание. Как же у нас идут объемы? Как же у нас идет движение цены вверх? Где логика движения цены? Например, вот вчера у нас, когда был бар объемный на пробой, заметьте, большим объемом лупили по слабым объемам. А цена далеко не пошла. То есть у нас вот здесь, когда цена шла вверх меньшими объемами, сформировалась зона покупок. Но помимо того, что здесь зона покупок, еще здесь куча-куча-куча стопов. Этим можно воспользоваться. То есть если сейчас цена отсюда пойдет вниз, здесь снять стопы и поднять уже вверх там в рамках какой-то там коррекционной волны или некоррекционной. Ну, вот я другие методы анализа не рассматриваю. Здесь главное поймать вот этот момент, вот что происходит сейчас, не прогнозировать ни в коем случае, будет оно, не будет вообще до лампочки. Вот примерно выстраивается ожидание каких-то уровней, и мы смотрим, где там сильный покупатель, где сильный продавец. Дожидается формирование сигнала. Ну, вот я торгую всего шесть сигналов. Спринги, аптрасты, соты, стопенэкшены, вот джоки с бэк-то-криками, или там брэк-н-дайс, бэк-то-айс, все. И то вот тестовые сигналы мне даются не очень хорошо, а вот пробойные, пробойные техники я владею достаточно уверенно, чтобы войти в ту либо иную сделку. Вот, так, опционер пишет, покупатель там был на уровне 750 по рио. Ну, может быть, может быть, у кого какие разные покупатели, кто где видит, потому что кто-то видит их на мелком тайфле, кто-то на большом разбирается, и так далее. Так, гость пишет, сейчас речь идет про ри, да, ри. Так, гость по графику, можно понять, что да, манящий курс поправляет. Спасибо. Так, у кого-то это все мелко. Ну, здесь, по-моему, есть функция масштабирования, что можно взять масштаб и увеличить ту картину, которую я даю. Так, а по нефти, гость 44. По нефти, по нефти я такие вещи рассматриваю еженедельно, у меня есть каждую среду, ученики приходят, у меня есть курс мышление успешного трейдера, и там проводится еженедельный анализ всех таких главных инструментов, еще 14 активов по рынку. Ну, и там, в принципе, я все те, которые вы хотите, могу рассмотреть. Здесь же я рассматриваю то, что мне нравится, то, что здесь считаю я интересным, то, что считаю актуальным. Ну, и, в принципе, если вы, например, ориентируетесь на нефть, как некий такой поводырь, то у меня немножко другой взгляд на рынок, на этих всех поводырей, что у каждой бумаги есть свой хозяин, и я рассматриваю каждую бумагу отдельно. Естественно, это требует время, чтобы сосредоточиться на нефти, посмотреть, где какие уровни. Но там все то же самое, что по фьючерсу РТС. Нормальное движение, нормальные покупки были, хорошие уровни для покупок. Если рынок падал, там, 2-3 недели, и народ, естественно, начинает привыкать к нисходящим движениям, и народ начинает шортить, то вы поймите, на какой вы стороне, если вы тоже будете шортить. Вы будете забегать в поезд, который уже развернулся и идет в обратную сторону. То есть вы будете идти, ну, скажем так, забегать в последний вагон тенденции. Так что по нефти разворот, по фьючерсу РТС тоже самое разворот. Нужно будет смотреть уже движение. Так, гость пишет, чем бар отличается от свечей? Ведь то же самое можно анализировать с помощью свечей. Да, можно анализировать с помощью свечей. Если вам нравится анализировать с помощью свечей, то, пожалуйста. Когда мы анализируем побарно, то у нас здесь информация немножечко лучше скомпилирована. То есть давайте посмотрим свечу. Например, что нам дает свеча? Условно назовем там это белая свеча и такая же, например, там черная свеча. Вот. И бар, если мы с вами нарисуем, бар покупок. Вот здесь вот хвостик получается, и вот так вот он закрылся. Вот. Здесь у нас цвет свечи показывает ее отличие от предыдущей. То есть открытие, вернее так, закрытие свечи выше или ниже закрытие свечи. То есть у нас здесь та информация, которая находится внутри дня. По барный анализ он учитывает разницу движения цены в сравнении с предыдущими днями. То есть вот у меня, например, анализ движения цены, чтобы мне понять, насколько сильный там красная свеча или белая свеча, или красный бар, или белый бар, мне нужен следующий бар, да, или, например, предыдущее закрытие предыдущего бара. Вот так. Я совершенно не обращаю внимания на открытие бара, да. То есть у нас вот есть четыре категории в барах – open, high, low и close бара. И сравниваю закрытие бара с предыдущим закрытием. И это очень совершенно немножко другая ситуация, потому что кажется, что и здесь, и здесь будут белые свечи, но на самом деле разница, именно разница, что нам между закрытием и закрытием, намного важнее, чем разница между открытием и закрытием бара. В отличие от свечи. Ну, и свечи, в принципе, и можно пользоваться. Здесь никто ничего не запрещает. Высажники делают, как им удобно. Вот. Мне нравится именно побарно, потому что видно, ну, скажем так, импульсность движения. То есть мало того, что вы увидите бар, который вот идет вверх, вроде бы вверх, вверх, у него объемы будут расти все больше и больше, а появится бар, который, ну, условно скажем… Давайте вот представьте себе, что он откроется вот здесь и закроется вот здесь. То что это будет? Это будет белая свеча. То есть вы увидите вот такой вот как бы молот. Что воспринимается во время молота? Что цена пойдет куда-то там вниз. На самом деле здесь у нас будет слабый продавец, потому что у него изначально цена пошла вниз, попробовали поглотить, не получилось, и возобновление продаж пошло плохо. То есть продавец был, и он оказался слабым. И вот разница между тем, что бар будет вот такой, а не свеча, позволит вам отличить слабого продавца от такого молота, на который традиционно там все нарываются. Почему некоторые там молоты или там повешенные всякие и так далее. Вот я очень много изучал, когда торговал по индикатору и шумуку, я очень много изучал свечной анализ. То есть прям все-все-все книги, которые можно было найти, прочитать, все их композиции из этих свечей, все это знал. Но когда посоветовали перевести в бар, я послушался совету таких маститых мастеров трейдинга. Вот я вообще считаю, что нужно всегда учиться у тех, кто лучше тебя разбирается, лучше понимает движение цены и так далее. Когда же идет у нас движение цены в разрезе скорость, спред, объем, прогресс, результат, то нам главное увидеть, насколько сильнее или слабее цена преодолевает предыдущий максимум иллюминиум. Гость 44. Господин Упурнов, вопрос по нефти. Ну не надо мне называть господином, но я же сказал, хотите по нефти, то приходите на завтра, в среду. У меня, по-моему, 19.00 как раз будет урок, и там мы будем разбирать все эти нефтяные дополнительные фишки. Так, Андрей Леонтьев пишет, что должен это в плане отработки метода. А рынок, конечно, сам себе хозяин. Ну да, да. Марс пишет, СИ пойдет вниз, главное терпение. Да. Вадим Ильин меня поправляет, пишет про зрение, а не про зревание. Может быть, кстати, не обращайте внимания на ошибки, которые я могу допускать там в речи или в пунктуации. Понимаете, наши дипломы, они не очень-то правильную роль играют в это. Вот я когда работал, служил начальником отдела кадров, у меня была забавная ситуация, помощница, условно, инспектор отдела кадров, специалист отдела кадров, знал, вот настолько все эрудированный человек был, ну, просто каждый раз за любую ошибку может прочесть. И он все время говорил мне, Саша, ну, ты неправильно пишешь, ты неправильно это делаешь. У тебя здесь там какая-то грамматическая или грамматическая ошибка. Ну, я понимал, что я начальник, и зарабатывают одну сумму. А она, как была умная, которая знает, как писать, правильно же с помощью им, но выполняет указания человек, который может быть менее грамотный. Вообще, самое главное, применение своих знаний. Ну, а то, что с ошибками, не обращайте внимания, это все дело наживное. То, что я сказал слово прозрение, вернее, так, неправильное слово прозрение, прозревание, ну, это мой такой лексикон, а считайте, что я из города Камышина, такая у нас провинциальная мода выговаривать те-либо слова. Так, трейдер Васи пишет, Александр, можно нефть разорвать? Ну, я же вам уже не раз говорю, что приходите на занятия, у меня есть школа, каждую среду я делаю большие обзоры по всем бумагам, в том числе по нефти, если надо будет, по золоту. Вот, я показываю, как я это делаю на основных активах, уверяю вас, что здесь будет дано все то же самое, точно так же качественно и интересно и на других активах, где вы получите полную исчерпывающую информацию, ну, вот в рамках уже занятий. Так, пишет Офер, можно ли использовать тиковые объемы? Да, можно использовать на Форексе тиковые объемы. Ну, в принципе, вот я когда занимался по методу ВСА, по барн-анализу метод Вайкова, то негде было брать склейку, и я смотрел именно тиковые объемы, там, не знаю, к счастью или к сожалению, ну, по крайней мере, я не наблюдал каких-то прям таких сильных проблем, что как же так, там, там, тиковые, а тут настоящие. А тиковые объемы – это те же самые эмоции трейдера, когда происходит сделка по цене, отличной от другой сделки. Это можно пройти и, ну, скажем так, проанализировать, что те же самые пробои, будут всплески объемов тиковых и те же самые всплески объемов настоящих. То есть все будет абсолютно одинаково. Так что тиковые объемы использовать можно. Готи 44 пишет. Можно показать картинки этих сигналов, а то непонятно. Да, можно, это мы на уроках разбираем. У меня как раз вот сейчас, буквально вчера, первый такой нулевой бонусный урок занятий, прошел, где знакомство с учениками. Первое занятие уже непосредственно по сигналам мы начнем изучать. Вот в понедельник это базовый курс «Всем сигналы». Ну, не бойтесь этих сигналов. На самом деле они такие простенькие-простенькие, что, знаете, буквально день-два и начинаешь их различать на графике и видеть, вон там цена пошла, вон там сигналчик, там сигналчик. И ваша основная задача – воспользоваться этим сигналом или невоспользоваться. Ну, можно его пропустить, другого подождать. Можно там подождать подтверждение. То есть это все-все систематизировано. Естественно, за раз я вам здесь так вот не расскажу. Но, в принципе, какой смысл здесь рассказывать какие-то сигналы, когда есть целая встроенная система обучения трейдеров. Я являюсь основателем школы трейдинга Александра Пурнова. У меня есть сайт purnov.com. Можете зайти, записаться на любое занятие, даже пробное занятие вам дадут. Есть там бесплатные уроки, чтобы вы могли убедиться в том, что это все, как это работает, как это выглядит на графиках, чтобы не переживать за все. Ну, ты уже присоединиться к обучению, посмотрите, как это все, какие сигналы, какие работают, как они выглядят, чтобы вам было понятно. Вот. Ну, в принципе, либо оставить все, как есть. Ну, непонятно и непонятно, и пойти дальше. Ну, смотрите, как кто-то анализирует рынок. Кто-то анализирует рынок, кто-то не анализирует, кто-то принимает решение на основе того, что там кто-то там выступил и так далее. Я за осознанный трейдинг, когда возникает идея торговая, она должна основываться на чем-то. То есть вот у меня это уровни, сигналы, основания для принятия решения, это составление плана стратегического, тактики торговли, тактики входа в позицию. Позиции всегда набираются долго, ну, объемы большие, хорошие. Но зато если сделочка прошла, то сразу там 100 тысяч, 2200 заработала хорошо. Вот. Хотя, в принципе, этот метод можно использовать и на коротких таймфреймах, там на 10 минутках замечательно это все работает. Но я не сторонник внутридневного такого дейтрейдинга. Вот. И я думаю, Игорь подтвердит мне эту позицию, о которой я говорил там и на фьючерсе РТС. Говорил, что я формирую ее в лонг, что у нас рынок будет отскакивать, ри оси будет падать. Вот. Ну, и подтверждением моего взгляда на рынок как раз произошел вот вчерашний торговый день, который говорит, что опа, разворот. Ну, и главное, теперь бы все остались ни с чем. Кто смог, кто-то успел. Кто не смог, теперь будет пытаться догнать этот новый тренд. Так, Трейдер Групп пишет. Всем привет, мы продолжаем вебинар. Так, это спамить уже что-то начинает, наверное. Так, наблюдатель пишет. Игорь с Андреем Муромским можно на семинар договориться такой же, как с Пурновым. Интересны его стратеги по хвостам. Ага, да, наверное, у Андрея тоже хвосты там есть. Не знаю, не знаю. Так, пломбир шоколадный, какой интересный ник. Шоколадный пломбир. Так, Александр Пурнов, где открыт счет на срочном рынке? В московской бирже или в банках? Ну, вот у меня счет открыт, у брокера открытие. Вот, также у меня открыт счет в БКСе. Также у меня вот опционная торговля ведется через IT-инвест. Вот, Китфинанс. Ну, я несколькими счетами управляю. Это все мои личные счета. Вот, торгую с них. Где-то, ну, в основном это все позиционные, такие большие-большие позиционные тренинги. А вот скальпинг и торговля такая мелкого таймфрейма, это уже больше на, это, Allure. У них там есть замечательный терминал Allure Fast, но уже я давно не скальпирую, поэтому я там уже не работаю. Просто там какая-то денежка лежит и уже давно-давно забыл про скальпинг. Понятно. Так, Сергей Ка пишет. Давайте тут еще вопросики немножечко. Александр, вы знаете про волны Вайса? Пользуйтесь ими? Нет, не пользуюсь и даже не знаю, что есть такие волны. Может, про волны Вайса. Спайса. Волны Спайса, точно. Так, гость пишет. Александр, акции, котирующиеся на нашей бирже и Найса, и Насдак, тоже разбираете? Или только Форекс и Фьючерсы? СМС, смотрите. Я на них тренируюсь. Вот на американском рынке у меня тренировки проходят. Вот очень удобно. Как бы, знаете, чем хорошо? Тем, что не смотрю их новости, не смотрю, как что отрабатываю, зато бар за баром отрабатываю то-либо иное движение. Для меня это тренировка, которая потом, наработав вот эти вот навыки входа в позицию, выхода из позиции, анализ бара, анализ объема, я применяю уже на российском рынке. Вот поэтому на американском я только-только лишь тренировки, и то это на сайте stockchars.com. Другие я, в принципе, не использую. Да и больше там не смотрю нигде. Нет смысла. Понятненько. Так. Ну, вроде и все, да, с вопросами у нас? Да, вроде бы все. Все нормально. Ясненько. Александр, спасибо огромное. Очень интересно. У вас всегда очень много людей и вопросов. Я думаю, что вот такая тема, как по барной анализе, она будет очень и очень применима. Поэтому как бы… Надеюсь. Посмотрим. Посмотрим. Главное, чтобы понимали, что, во-первых, анализировать рынок – это интересно. Знаете, когда вот бар туда, бар сюда, там покупки, там продажи, нашел две зоны, нашел взаимодействие между этими зонами, ну, опа, определил, сильный покупатель, что нужно делать? Покупай. Покупай на все или покупай на чуть-чуть, чтобы попробовать метод. И тогда вот бар за баром, он как раз, знаете, такая побарная техника, она очень увлекательная. Знаете, прям как игра, наверное, шахматы. Для многих-то она кажется скучной, но если присмотреться, очень много комбинаций, что в шахматах, что в барах. Тут у нас и уровни, тут у нас и куча-куча взаимодействий, и трендовых линий, там, тем более какие-то треугольники нарисуют, или еще что-то. Вот это все очень-очень интересно и увлекательно. Мне нравится именно побарно. Хотя много методик, которые раскрывают движение цены. Вот одна из них – это метод Вайкова, метод ВСА. Ну, и вот уже мой личный метод, я называю это метод Александра Фурнова, метод побарного анализа. Ну, пока никто не застолбил название, я решил, что тоже его буду своими. Почему бы никто первый стал в того этапе? Да, да, да. Известен случай, когда в 1933 году две женщины зарегистрировали песню, известную «Джингл Беллс», «Джингл Беллс», вот эта новогодняя американская песня, они подали авторские права, и оказалось, что за сто лет никто не подавал авторские права, и они всю жизнь жили на доходах от этой песни. Нормально. И там, причем, нехило так жили, я вам хочу сказать. Вот. Поэтому тут кто первый, да, тот может хорошо пойметь. Ясненько, Александр. Спасибо огромное. Удачи вам на рынке. Ждем вас через неделю. Ну, смотрите вот обзоры, даже вот по тем уровням, которые я вам показал, можно уже смело выстраивать свои позиции. Естественно, это нужно делать с умом. Вот. Естественно, эти все уровни, они рабочие, очень хорошо показывают. Ну, и исторически, да, смотришь на эти движения, думаешь, блин, надо же, как это все четко отрабатывается. Так вот, главное найти в себе дисциплину, чтобы брать именно те уровни, которые, ну, так сказать, указаны, те покупки, а не лезть. Потому что мы бываем на мелких таймфреймах, можем увидеть, ну, скажем так, движение против себя и скинуть слишком рано позицию. Вообще, здесь побарный метод, особенно в дневном таймфрейме, он дает шикарные перспективы в плане ведения сделки. То есть, ну, вот я не делаю эти сделки вот ради, там, тысячи, полторы тысячи пунктов на фьючерс РТС в России. Вот для меня движение – это, там, 10-15 тысяч пунктов взять. То есть волну, всю волну добрать. Вот. И это позволяет дневной таймфрейм. Не спешите на мелкие таймфреймы. Гораздо больше денег на большие таймфреймы. Ясненько, ясненько. Это я воспринимаю, прежде всего, свой адрес. Воспринимайте. Ну, будем, будем стараться, будем работать. Спасибо огромное, Александр. Удачи вам. Хорошо. Спасибо. Всего доброго. До свидания. И всем удачной торговли. Пока-пока. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok